Продолжение, а не пойти в кинок. Это бхакти-салавасана, это духовные самскары, которые, ну, которые, правильно, правильно, правильно. Итак, мы продолжаем сегодня с вами эту тему, очень важную для вас вага-фема, гуртат. Почему мы вообще обсуждаем, зачем нам принимать прибежища в сад гуру? Мы привели вот этот пример из Шимадбадова, там, одиннадцать, двадцать, двадцать два, и там говорится, что, условно, душа, она сама не в состоянии избавиться от невежества. И этого невежества, ну, у него вообще нет даже начала, то есть, и у него нет по этому причины какой-то видимой материальной. Поэтому должна быть какая-то другая личность, которая обладает знаниями, способна даровать это знание об условии души. И эта личность, это только сам Господь, может это дарить. Но Господь, Он подружен в свои вечные трансцендентные лилы, и Он никак не соприкасается с материальной энергией, никогда не соприкасается. Но чистые и преданные, они находятся в этом мире всегда. Гурутатва, это вечная татва, она всегда правопроявлена в этом мире. И ее представители, они также всегда находятся в этом мире. Это часть этого творения. И они, эти чистые и преданные, они видят страдания об условии души в этом материальном мире. И их сердца, они способны наполняться состраданием этим обусловленным душам. И милость Господа, она приходит на живых существ, обусловленных живых существ исключительно через чистого преданного, но никогда не непосредственно отклижена. Милость Верховной Личности Бога, она не сходит на нас исключительно через чистого преданного в этот мир. Мы, этот первый стих вчера я говорил из Гуру Ваш, таки «Самсара дауна лалит в лока траная кару негана ганата праптаси, калюна гудар наваси нан дай куру шри чаранами у мара винда». Очень поэтично, и в Вишина Чакрава Титакуру простым языком объяснил нам, что такое гуру Татха, да, то есть океан не может сам по себе пролить дождь, воду на лесной пожар. Для этого нужно облако. Облако берет, имеет водификацию, взять воду из океана и перенести, и пролить на лесной пожар. Шри Гуру – это всегда чистый преданник, и в то же самое время это прокаж Господа, это его проявление. То есть Верховная Личность Бога, он сам лично приходит в образы этого чистого преданного, чтобы пролить милость на обосновленных душ. Вишина Чакрава Титакуру, он говорит о том, что мы должны относиться к Духовному Учителю, как непосредственно к воплощению Своем Багавадаши и Кришне, да, во Вриндаме причем. Это значит, что если мы относимся к Гуру, как к какому-то великому Учителю, или святому, или, ну, Виши какому-то, ну, или даже к экспансии Кришны, такой, как Господь Нарайна, или Навайкунхи, или еще какое-нибудь другое воплощение, другая какая-то Аватара, то по направлению к служению Шри Кришне во Вриндаване, на Галоке Вриндаване, мы не сделаем даже ни одного шага. То есть вот так. Хотя я знаю, что мой Духовный Учитель является Дасом, слугой читания Махапрабхи, тем не менее он также является и проявлением Господа Пракаши. Гуру Кришна Рупы Хана Шастра Раправаны, Гуру Рупы Кришна Крипа Аккарана Пактагана. Гуру – это форма Кришны в соответствии с заключением всех священных писаний. Форма, через которую Шри Кришна дает свою милость преданным. Милость Кришны, она нисходит на нас через вот эту особую форму, форму Кришны, которая называется Гуру. Шикша Гуру Питаджани Кришны Расварупа, Антарьями Бхакташрешта и Эйду Рупы. Шикша – это Сварупа Кришны. А Шикша Гуру имеет две формы, как Антарьями, Параматма в сердце, Свердуша в сердце, а также Бхакташрешта, лучший среди Вайшнавов. Вот, это вторая форма Шикша Гуру. Одна Антарьями в сердце, а другая, то есть лучший среди Вайшнавов. То есть, если посмотреть на эти два стиха, один говорит, что, первым говорит стихи, это Гуру Кришна Рупа Ханна Шастры Рапраман, Гуру Рупы Кришны Кри Пакарана Бхактагана, говорится Дикша Гуру. И Кришнарадская Мираджа Госвами говорит, что Дикша Гуру – это Рупа Кришны. А второе, что Шикша Гуру – это Кришна Сварупа. И здесь вот два термина. Дикша Гуру – это Кришна Рупа, а Шикша Гуру – это Кришна Сварупа. Очень это, в этих терминах закладывается, в определениях закладывается очень глубокий философский смысл. Кришна Рупа и Кришна Сварупа, то есть и Рупа форма, и Сварупа форма. Но Сварупа – это также форма, но уже с ее природой и с ее качествами, с ее характеристиками. Здесь, в этом стихе Кришна Рупа, значит, это форма Кришны, а Кришна Сварупа – это личностные качества Господа. Это личностные характеристики Господа. И значение такое, что Дикша Гуру через Дикша Мантры, Гопала Мантры непосредственно, отдали от ученика знанием о форме его Иштадева, форме своего любимого Господа. И когда преданный реализует прекрасную форму Кришны, и теперь, чтобы ему служить, этому Кришне, преданный должен знать, что в сердце Кришны находится, чего он хочет, что он любит, такие всякие детали. Потому что мы не можем служить Кришне, если… то есть мы не знаем этих деталей, мы не знаем, как его удовлетворить, если не знаем его качества, если не знаем этих всех подробностей, если мы не поняли, в конце концов, сердце Кришны. И так вот Дикша Гуру, он дает нам понимание формы Кришны, а Шикша Гуру, он дает нам понимание сердца Кришны. И как служить ему в соответствии с его самыми сокровенными желаниями. И здесь возникает вопрос, то есть, если разница между формой Кришны или его умом, то есть, или его личностью, или его телом, да, то есть, то есть, у Господа Деха, Дехи и тело, и его внутренняя сущность, она идентична от одно и то же, то есть, одного и того же качества. В обусловленной душе существует разница между душой и телом, но у Бога нет такой разницы между душой и его образом, между его формой. Точно так же нет разницы между Кришной Рупой и Кришной Сварупой. То есть, это тоже нужно понимать. Поэтому нет, нельзя говорить, что кто-то важнее, либо Дикша Гуру, либо Шикша Гуру, потому что, как и Рупа, и Сварупа трансцендентного Господа, они одинаково трансцендентны. И даже тут оскорбительно думать, что есть разница между формой Кришны и его содержанием. Также оскорбительно думать, что есть разница между Шикша Гуру и Дикша Гуру. Шикша Гуру и Дикша Гуру – это функции одной и той же Татвы, Гуру Татвы. Это не разные личности, нужно это понимать. Это разные функции одной и той же Татвы, Гуру Татвы, которые проявляются в этом мире через чистого предмена. Она может проявляться через нескольких чистых предмена, но через чистых предмена, а может только через одного. Это по-разному бывает. Это Гуру Татва. И Гуру нельзя просто считать какую-то одну определенную личность. И как вот в культе личности, да, есть поклоняются одной личности и считают, что до него никогда не было такой личности, и после него никогда не будет такой личности. Гуру Татва – это вечный принцип, который всегда проявлен в этом мире. Проявляется через разных чистых предмена. И чистые предмена не так же всегда в этом мире находятся. Это часть этого мира. Может быть так, что кто-то получает дикшу от своего Гуру, и этот Гуру, он может уйти, преждевременный ученик, может получать дикшу от другого Айшнава. Вот Гуру Татва, она едина. Это как Аканда Гуру Татва, да, изначальная Гуру Татва, она проявлена в Господе Балараме, в Господе Митянанде. И уже, то есть, вот эта функция Гуру Татва, она может проявляться в различных чистых предмах, которые являются проводниками своего Башахти, Господа. Может быть так, что функция дикшу проявляется через одного Айшнава, а дикшу через другого. Но бывает, что дикшу может жить очень много, и вы можете иметь возможность с ним общаться очень близко. И дикшу видит, что он дает ему, вот эту самбанху, дает ему понимание формы Господа через катху, через садану, и видит, что когда его ученик, он уже созрел, он начинает давать наставления, давать дикшу о том, как служить Господу лично в его митя-либе. Итак, Гуру Татва, она одна, в зависимости от развития преданности, сначала дикшу гуру дает самбанху с Кришной, связь с Кришной, и Шикша Гуру дает глубокое понимание, что такое сердце Кришной, его качества. А этот принцип Гуру Татва, он единый и неделимый, это нужно понимать. И этот принцип, он может проявляться и в одной личности, и во многих личностях. Нужно еще понять этот специфический термин, что такое дикша, значение слова дикша, что это такое. Ну, может кто-то из нас уже имеет дикшу, кто-то не имеет дикшу, но так или иначе, и тем, кто имеет, полезно об этом знать, и тем, кто не имеет, тоже нужно об этом знать, чтобы понимать, на что мы идем и что мы хотим получить. Стих из Вайшнава Татры, его использует Рупа Госпами, Бхактира Саврита Синьбо. Дивьян Джанам Ятовдадьят, Курьят, Папасья, Сангшалят, Тасмат Дикшетти, Сапракта, Дишекаш, Татва Ковидах. В этом стихе говорится, что из Вайшнава, то есть этот стих из Вайшнава Тантры, и в Бхактира Саврита Синьбо, Швила Роба Госпамина определяет этим стихом, что такое дикшу. И здесь говорится, что дикшу – это процесс. Нужно сразу понять, что это не просто какая-то церемония, и не просто какой-то момент в вашей жизни, а это процесс, в котором духовный учитель дает что-то и забирает что-то. «да» – это значит «ди-яды», «давать» и «гша» – это значит «забирать». Дается «дивья-гьян» или «транцинентное знание». И «транцинентное знание» в этом контексте – это очень такой специфический термин. Вот Швиладжива Госпамина разбирает этот термин в Бхакти-сандархе. «Дивья-гьянам яда шримати мантры бхагаватсарупа гьян тена бхагаватсандарпа вишеш гьяна рамча». Слово «дивья-гьян» – это божественное знание, обозначает реализацию формы Кришны, и бхагаватсарупа вишеш гьян – особых отношений с этой формой Кришны, которые даются в форме мантры. Здесь говорится, что такое «дивья-гьян», и есть как бы… И этот «дивья-гьян» передается посредством «дикши», «дикша-мантры», «гапава-мантры». И эта мантра способна проявить форму Господа. С которой нас связывает вечная вишеш самбанха, вечная самбанха, вечная связь. И эта вишеш самбанха – это наши особые, уникальные отношения с Кришной. В одной из пяти рас. Но поскольку на оголоке в Риндаване проявлены только четыре расы, шантара расам не проявлены, то речь идет о четырех расах. Это «дасия», «сакхия», «вацали» и «мадурья». Это определение «дикши». То есть дается «дивья-гья». Дальше мы поговорим о том, что забирается. Иногда люди спорят, что важнее «дикша-мантра», через которую реализуется форма Кришны или Хари-Кришна-маха-мантра. И функция «дикша-мантры» – это да, это вложить трансцендентное знание, «дикша», забрать пак, забрать отпечатки греховных материальных желаний в нашем сердце, разрушить эти самскары в нашем сердце, «кама-васаны». И из-за прошлых, из-за этих самскар мы имеем два недостатка. «Викшипта-чита» – это такой беспокойный ум. И когда решил, это дурные привычки, это склонность совершать греховные поступки. И это последствия дурных наших самскар. Это то, что в процессе «дикша» уничтожается, забирается. То есть мы слышали много раз, что гуру забирают все грехи. Но это не так, что он там пришел, и там руки поднял, и все грехи в него вошли. Это в процессе, в процессе это все получается. То есть «викшипта-чита», когда решил, эти недостатки – это последствия наших грехов. И как они разрушаются, мы сейчас поговорим об этом. То есть из-за этой тенденции беспокойного ума и тенденции вовлекаться в греховную деятельность, когда мы повторяем «Гришна», мы не чувствуем вкус. Нам не открывается реализация, что такое святое имя вообще. «Дикша» – это процесс, благодаря которому мы освобождаемся от этой «викшипта-читы» и когда решил, без спокойного ума и тенденции совершать грехи. И поэтому мы со временем мы сможем ощутить вот эту сладость святого имени Гришна Махамантры по милости нашего духовного учителя. Вот. И вопрос, что важно, Гришна Махамантры или «Дикша» Мантра, на него можно ответить другим вопросом, что важнее, рис или горшок. То есть, рис – это еда, его можно есть, и поэтому можно подумать, да, рис важнее. Но если мы будем есть неприготовленный рис, то у нас будет завороток кишок, мы не сможем его переварить. Вот. Поэтому горшок, он тоже важен. То есть, и «Харе Кришна» Мантра важна, и «Дикша» Мантра важна. Вот этот вкус, трансцендентный вкус, о котором говорят священные писания, «Мадгурам, Адгурам, Адгурам, Айтан, Мангалам, Адгалам, Адгалам, Сакаладь, Дамаваде, Садхалам, Чит Сварупам, Сакри, Паргитим, Шадая, Халаява, Пригувара, Кришна, Нама, Кришна Мантра, Трайты, Кришна, Сакришна». То есть и веды говорят о святом имени, что оно сладчайшее из всего сладкого и благоприятное из всего благоприятного. Мы не чувствуем это только потому, что из-за этих двух недостатков. Когда решил беспокойный ум, когда решил дурные наклонности и «Викши Та Чита», то есть беспокойный ум. И как нам дикша, она помогает вкусить эту сладость святого имени. Еще раз повторюсь, что дикша – это процесс, это не момент. В прежние времена, в Сатя-Йогу, мы можем в шастрах видеть такие примеры, когда народ Амуния благословлял, допустим, охотникам регали или еще какие-то там балмы кимунии и им сразу, то есть открывалась духовная сущность, то есть трансценентное знание. Но в Кали-Йоге обычно такого не бывает. То есть в Кали-Йогу нужно время для того, чтобы очиститься от этих «Када Решил» и «Викши Та Чита». Если мы получили дикша, то не стоит думать, что в этот момент получение уже дикша закончено. Точно так же нужно правильнее думать, что наш ГУРД по своей милости позволил нам войти в школу дикша. Если вот кто-то идет в школу, то есть когда он пришел только в школу, в первый класс, он не может думать, что он уже получил все образование. То есть ему нужно ходить на уроки каждый день, ему нужно делать домашнюю работу, ему нужно сдавать экзамены. И потом, когда он получает диплом, уже можно сказать, что он получил образование. то есть точно так же и дикша. Мы должны слушать как у из уст духовного учителя, мы должны следовать его наставлению. В нашей жизни нам приходят какие-то экзамены. И как результат то есть вот этого процесса дикши нам в конце концов открывается трансцендентный даршан. Наглизуем прекрасную форму Кришны во Вриндавне через дикши-матру. В таком случае дикши она считается зрелой. Духовный учитель он дает нам какие-то наставления. Вставать рано утром, приходить на мангалуарати, поклоняться божествам. Чтобы поклоняться божествам нужно все время быть в чистой одежде, омываться, что-то будхи-мантры произносить, то есть очищать свой ум, повторять Кришну. И так вот эта садана она избавляет наше сознание от этой викши-качиты, то есть от этой раздерганного ума. Чита в этом контексте переводится как совокупность всего тонкого тела. И когда решил склонности совершать греховные поступки, мы воспеваем Харе Кришну Махаманту в 16 кругов, то есть это ямы, да, и есть не ямы, то есть мы не избегаем этих четырех видов греховной деятельности. Незаконный секс, мясоведение, азартные игры и обман в любом его проявлении. И так вот постепенно в этом процессе мы избавляемся от этих двух недостатков и кши-качиты и кодориши. Есть еще один аспект того, как дикша-мантра поможет нам обрести примы, почувствовать сладость святого имени. То есть что такое самбанха, который нам дает духовный учитель в этой дикша-мантре. Есть такой пример в вашем риме Бактисиданте Сарасвати Такура Прабхады в Мадхи жил один брамачарий и у него было служение встречать гостей. И гости приходили в храм, они там беседовали с ним и оставляли там газеты какие-то, которые принесли с собой. Иногда их брал, читал. В газетах обычно о каких-то проблемах пишут там землетрясение, там еще что-то произошло ужасное. Он их просматривал и выбрасывал потом. Просто интересовался что в мире происходит. И однажды когда он взял очередную газету он прочитал о том, что один мировой судья то есть он оставил тело и он тут же потерял сознание в брамачаре. И суть какова эта история то что этот мировой судья был его отцом. и у него с ним была связь у него была с ним самбанха. А с этими миллионами и миллионами людей которые могли погибать в результате этих катастроф всяких их смерть они вообще никак не трогали. Точно так как и нас не трогают что где-то это происходит далеко. Потому что у нас с этими личностями нет никакой самбанхи. То есть пока у нас не будет самбанхи отношений мы не можем быть погружены эмоционально в преданное служение. Самбанха она очень важна. Вот как этот преданный он слышал о том что умирали там тысячи людей но этого нисколько не заботило. Но когда узнал что его отец умер он тут же потерял сознание. У нас качество нашего ума он погружается в те личности с которыми у нас есть связь какая-то с которыми у нас отношения. А если нет самбанхи мы не будем погружаться в эти отношения. Это важный тоже момент понять. Во время дикши он к гуру проявляет ученику кем является его иштадевата объект его любви и какой вид отношений ученика связывает с этим иштадевата. И хотя ученик он никогда не видел Кришну он начинает думать о нем с точки зрения этих отношений. в его сознании закладываются самскары с каждым днем эти самскары становятся сильнее и сильнее благодаря служению гуру благодаря слушанию от гуру этих самскар становится больше и любовные отношения они развиваются таким образом. Есть еще один такой пример он больше такой из ведической культуры который иллюстрирует этот момент как сам банк она развивается. В Индии особенно в деревнях даже сейчас девочек воспитывают очень такими целомудренными и они не общаются с парнями и когда приходит время их замуж выдавать родители они могут разговаривать с ним по этому поводу и она так застеснявшись может убежать и отец он то есть начинает беспокоиться в это время и подысковать супруга и будущего супруга этой девочки и в деревнях то есть обычно вот этот парикмахер он стрижет всех мальчиков и отец идет к парикмахеру и спрашивает ему то есть не знаешь ли ты кого-нибудь подходящего для моей дочки и этот парикмахер говорит да есть один мальчик хороший мальчик зовут Гопал приходит ко мне там иногда он будет хорошим супругом для твоей дочки и этот отец посылает сначала своих сыновей чтобы проследили за этим мальчиком что это за мальчик сыновей идут следят следят за ним смотрят да действительно идет в школу после школы все идут побегать поиграть а он идет домой делает уроки приходят к отцу говорят да мы посмотрели да действительно этот мальчик очень очень такой хороший будет хорошим супругом для нашей сестры и отец идет в семью этого мальчика делает это предложение и заключается свадка это первый этап брачной церемонии они уже браки считаются но они еще не увидят друг друга и отец возвращается домой и говорит девочке все мы уже все устроили твою свадьбу устроили твоего жениха зовут гопал сначала имя говорит девочке гопал потом начинают рассказывать о качестве хороший мальчик хорошо очень мучиться очень такой прилежный у него очень хороший характер рассказывает о его характере какой потом незначай отец там где-то на столе на кухне оставляет фотографию и девочка тоже туда случайно захочет смотрит фотографии видит фотографии мальчика и понимает что фотография у нее гопала она берет эту фотографию тайком прячет у себя и иногда смотрит на него и отец ей продолжает рассказывать гопал сегодня заболел и она переживает за него он там кашляет у нее температура и она молится чтобы у гопала все было хорошо затем он говорит гопал выздоровел она радуется за него потом гопал пошел экзамены сдавать она переживает как же он экзамены сдаст и потом она говорит ну все гопал хорошо сдал экзамен то есть таким образом в результате этого общения со своим отцом она даже не видела этого гопала никогда в жизни но когда уже приходит момент свадьбы у нее уже с ним есть самбан с ним есть связь какие-то такие любовные отношения сокровенные вот так вот точно так же когда ученик принимает приближище к духовному учителю и духовный учитель он дает ему гопала мантру и говорит ему сейчас ты связан с Кришной такими-то отношениями и ученик он говорит а кто за Кришна кто он такой то есть какие отношения его связывает и Гуру Дева занимает этого ученика в служении Божеству Гуру объясняет ему качество Кришны он говорит ему выгра Кришны и слыша это все ученик он все больше и больше погружается вот и привязывается в одну из вот этих вот санбанх видов санбанхи с Кришной то есть обретает одно такое направление то есть это либо Мадгурия либо Вацалия либо Сакхья раса либо Дасья раса одна из пяти рас но учитель дает то что он сам умеет обычно и постепенно с очень стабильным умом когда он понимает помнит памятует Дикша мантры то есть Дикша мантры это не мантры для громкого повторения а мантры для медитации для памятования и ученик начинает видеть вот это Дивьям Бриндавана Калпадру Мадах Шимат Ратна Гара Симхас Ана Став Шишри Ратгаш Лаковин Дэвов Прештали Бхир Савьяман Смаран Вот Рада и Кришна они сидят на золотом троне и им служат их саки и затем ученик переполняется таким сильным беспокойством и сильным желанием я тоже хочу служить я тоже хочу помогать этим саке и как я могу это сделать он думает об этом и с этого момента начинается эта функция Шик Шагуру и функция Дикшагу она заканчивается на этом моменте это может быть одна личность это может быть две личности это может гораздо больше быть личности иногда бывает так что тоже преданный получил Дикшамандру но ничего не получил ни Иштадеву не получил ни Санбанху с ним но другая личность приходит и она завершает эту Дикшу то есть ситуации в жизни складываются по-разному но нужно понимать то есть где Шикша а где Дикша Шила Прабхупада он говорит что Шикшагуру это любой преданный который дает нам наставление в соответствии со священными писаниями любая личность даже которая дает нам наставление в соответствии со священными писаниями но нужно понимать если мы рассматриваем это с позиции Гуру Татвы священной Татвы есть две функции одна функция это Дикша и Дикша это дать Санбанху и дать Иштадевату связать нас с нашими Иштадеватой а то как служить этому Иштадевату конкретно в каких отношениях вот это трансцендентное знание нам раскрывает Шикшагуру Харикришна может какие-то вопросы любые наставления можно называть Шикшагуру это наставляющий Гуру но если мы рассматриваем как функции Гуру Татвы Шикшагуру и Дикшагуру то есть если вы еще не реализовали форму Кришны свою Санбанху то эти наставления они просто заканчивают вашу Дикшу вот если мы обратимся допустим к произведению Бхактивина Нода Такура Джайвадгарни есть история Ваджанат и Виджай Кумар вот они были учениками Примадас Бабаджи и чтобы когда то есть они реализовали форму Кришны и поняли какая Санбанха их связывает с Кришном одного была Сакьяраса другого была Мадгурьяраса и тогда Примадас Бабаджа отправляет их к Габал Гуру Гослами в Джаганатхапуре который уже вот и тот Ваураси Кавишнов и тот Ваураси Кавишнов но тот уже начинает его вводить в детали что там и как все подетально как там что там какая Сэва это уже другой уровень вот это можно на том примере видеть где это Дикша Гуру было это Шикша Гуру там они Шикшу получили Дикшу получили здесь Шикшу получают так бывает бывает одна личность бывает больше личности бывает Дикшу нам завершают несколько личностей если мы не успели получить то есть реализовать форму Штадеват и Сан-Бахт с этим Штадет Можешь что дает Дикша Дикша я сейчас важный то есть стих не знаю может так в рассылку можно в рассылку дикшу дикша она дает да дает сэмбанху с гостом дается дается вообще Дивьягьяна Дивьягьяна но здесь приводится как реализация трансцендентной формы Штадеваты и наших вечных отношений с ним и также Дикша она забирает она забирает пап склонная совершать грехи уничтожает самскары то есть мы на прошлом занятии очень много говорили об этих самскарах так вот Дикша она это уничтожает Беспокойный ум это результат этих самскар и когда решил это склонность совершать грехи ну то есть у каждого есть опыт то есть мы садимся читать мантру а ум не можем сосредоточить он летает туда-сюда туда-сюда это просто из-за того что вот эти самскары не дают нам покоя а когда то есть мы следуем наставлениям духовного учителя под его руководством совершаем служение воспеваем каждый день там Харе Кришна Маха Мантру постепенно постепенно то есть вот эти вот самскары они уничтожаются вытесняются бхакти-саву-васанами я вчера это объяснил и постепенно и постепенно успокаиваются ум и когда ум успокаивается то есть это вот то о чем воспочитание в Шикшастаке говорит чита дар панамарджунам да то есть чита очищается от этих самскар и тогда она способна отразить форму Господа вот так Харе Кришна Маха Мантра и Дикша Мантра они дают нам реализацию сначала форма открывается не надо там знаете представлять себе что-то в уме это неправильно это неправильно представлять что-то в уме нужно просто сосредоточить сила правопада и когда я его спрашиваю нужно он говорит просто слушайте Махаман просто слушайте Махаман про их все то есть слушайте внимательно з輪 научитесь сосредотачиваться процесс бхакти-йоги он также то же самое как и ваштанга йоги заключается в том чтобы научиться сосредотачиваться на чем-то йоги они сосредотачиваются на материальных элементах сначала то есть они на панча-магабутх сосредотачиваются потом сосредотачиваются на этих тонких на элементах тонкого тела И постепенно их реализации растут, и эти реализации тоже вытесняют эти камни-васаны. Преданный нашим объектом, аламбанным объектом медитации является трансцендентная звуковая вибрация Харикришна Махамантра, образ Господа на алтаре. В основном Харикришна Махамантра в нашу эпоху, то есть это метод самоосознания, и через это все открывается. И постепенно, то есть, когда читано достаточно свободно, сначала преданному открывается форма Господа, это наморупа. Форма Господа, она преданная, поскольку еще остаются какие-то самскары, склонность совершать грех, еще немного остается на уровне нижней. Чуть-чуть есть. Поэтому Махамантра еще не открывается и преданно осознает эти качества Ашлаги. Он понимает, что Бог велик, что Он очень прекрасен, что Он очень милостив ко всем, очень добр ко всем. Он это понимает. Но Он не может почувствовать, какой запах его тела, насколько мягкая его кожа, как Он ведет себя с этими друзьями, как с теми друзьями, как с подругами ведет. Он этого еще не знает. На уровне Руджи, то есть, преданному открывается качество. Это Джива Госвами, Бхакти Сандарпи описывает, как приходит постепенная реализация. Когда, то есть, сосредоточенность на Святом Имени, она еще более концентрируется, уходит склонность совершать грехи и преданный, вот эти самскары уходят еще больше, преданный, он видит эти качества Матхури. Не только качества Матхури видит, как он это видит. Он видит в связи с преданными другими, он видит в личных спутниках Господа. Не так, что он себе представляет, он прочитал книжки и начинает себе визуализировать это. Это неправильно. То есть, Свято Имя, оно само по себе эти вещи открывает. Если мы визуализировали, я говорил, это просто вот, вот эта наша визуализация, это просто вот Калпана, это процесс Калпана, это продукт Раджигуны. В нем ничего там ценятного нету, по сути дела. Свято Имя, оно способно это само открыть. У него есть вот это качество Джатити Протина, то есть, давать немедленно реализацию трансменной действительности. И затем, затем следующий шаг, то есть, преданный в своих этих спурте, в этих моментальных самадхе, он созерцает спутников Господа. И один из спутников его становится более дорогим. Он видит затем, то есть, на уровне высадки, себя в этом спутнике. На этом моменте, то есть, когда он, как я здесь говорил, преданный, когда уже видит форму Господа, он видит, как саки ему служат. И он говорит, он смотрит, думает, на какой-то саке, я тоже так хочу, я тоже так хочу. И он реализует свою духовную форму таким образом. Это не святое имя открывает. Но это все под руководством духовного учителя Протина. На уровне Багавы, то есть, вот эти самадхины становятся стабильными. И преданный уже больше, то есть, проводит времени в своей ситхе, дыхе, то есть, в этом вечном духовном теле. Это описывает нашу Ачару, как реализуется. То есть, это реализуется, Шива Джавагаслами написано, что слушание Харикадхи, таким образом, нам дает реализации. Так же, как и воспевание Святого Игоря. И в такой кране, в такой только послово-следовательности, нама, рупа, гуна, парикары, лила. Так вот открывается нам вот эта вот транснитная действительность. Я буду в последующем еще больше говорить о том, что такое Дикша и что такое Шикша. Еще, да. Может, еще какие-то вопросы. Как это сопоставить с нашей Дикшей? Какой ты сказал? Завтра я расскажу. У нас немножко по-другому. Ну, поймите, это не по-другому. Это просто... Авансом, что ли? Это не авансом, это начальный этап. То есть, сначала хотя бы... Дикшу – это процесс. Да, это процесс. Это процесс. Мы получили Дикшуму, но и процесс начался. Процесс начался. Но мы должны прогрессировать. Это нам, как это... Ачари нам дают направление, куда нам идти. Понимаете? Чтобы мы не думали, что нам... Ну, мы как бы думаем, а кому же мне поклоняться? Может, мне Джаганатве поклоняться? А может, мне Нрисинге поклоняться? Может, еще кому-нибудь? Хануману еще поставить? Или Ганеша поставить? И Шиву поставить? И еще того, и того, и того. Ну, если у нас нет вот этой ананья, то нет у нас однонаправленности в нашем поклонении, то то, чем мы занимаемся, оно садхана никогда не будет называться. Точно так же и санбанха. Мы должны понимать, к чему мы идем. Какова наша цель. То есть, если у нас цель не поставлена четко, ну, аж... Куда мы будем? Ну, непонятно, куда вообще. То есть, это какая-то... Вот этот, сел в поезд до Ленинграда, он оказывается куда-то в другую сторону. У меня вопрос еще по поводу процесса. У них же этот процесс, но не там, это не церемония, да? Процесс? Да, процесс. Процесс во времени. Да. А до принятия дикшин есть процесс? Какой? Конечно, есть. Гуру подожраю. Сначала человек, он должен, ну, как это, предаться духовному учителю. То есть, что это значит? Это значит, что мы встречаем, то есть, сначала у нас вот, как это, да, там начинается все, что с Шарадхи, вера в Священное Писание. Которую мы тоже, в принципе, в результате Садусанги только получаем, а никак иначе. Вот я приводил этот стих, что-то как кристалл, да, вот он отражает какие-то качества. Вот. И дальше, то есть, нам интересно Священное Писание, и нам интересны те люди, которые о них говорили. Мы ищем и суме общим. Мы общаемся какое-то время, нам интересно усилиться, то есть, мы думаем, ну, надо же тоже как-то попробовать попрактиковать это все, да, там. Мы начинаем считать, там, 16 кругов Махамандры, следователь регулирующим принципов, это Баджана Крия, да, там. Процесс идет, и мы начинаем избавляться от наших наших в этом процессе, то есть, от наших вот таких дурных склонностей, под руководством тоже, так, по-моему, учителем. На этом уровне, в принципе, на уровне Баджана Крия человек способен, то есть, выбрать какого-то одного великого вайшнава и следовать за ним. И нужно выбрать, то есть, тоже до того, как мы принимаем Харинаму и Дикшу, преданный он может как-то испытывать эту личность, то есть, как-то проверять ее. То есть, что-то значит, то есть, гуру он должен, ну, знать все священные писания, знать совершенство веды. Если он не знает все веды, то он не способен будет, так, развеять все ваши сомнения. А если он не развеет целые сомнения, он не выполнит функцию его. То есть, нужно слушать много-много, слушать от такого, от такой личности. Лично слушать, задавать вопросы. Затем, то есть, духовный учитель, такая личность, у нее не должно быть материальных привязанностей. То есть, вы должны, ну, как бы, видеть тоже, то есть, как он живет, то есть, чем он живет, какие у него, там, ну, склонности есть. Как-то, ну, судить еще можно до того, как вы приняли инициацию. Есть у него эти материальные привязанности, нету, то есть, как он, ну, все отдает служению Господу, ничего для себя не оставляет, служению Вайшнава, служению своей Гуру Парампари, своему Гуру. Затем, то есть, ну, как бы, эти две вещи, они достаточно, ну, такие внешние, но мы не можем понять сердце Великих Вайшнавов, потому что у нас квалификация нет. Очень должен быть привязан быть к святому имену. Он очень должен много повторять святого имена. Если преданно практикует, ну, там, 30, 40 лет и повторяет все еще 16 кругов, значит, ну, нет еще реализации святого имена, нет вкусов святого имена. Тоже нужно тогда подумать. Стоит ли он принимать инициацию или не стоит, что он сможет вам дать. То есть, все эти вещи, то есть, мы так испытываем. Да и с другой стороны, духовный учитель испытывает нас. Он смотрит, то есть, насколько мы искренне в служении, насколько мы способны следовать его наставления. Мы можем подойти к нему, он скажет, нет, ну, подожди, давай еще через год ты подойдешь. То есть, нужно как-то тоже личный, личностный контакт, это тут есть, духовный учитель. Если вы хотите получить дикшу. Есть оверват рудхи дикшу, есть оверват рудхи дикшу. А ведват рудхи дикшу – это формальная дикшу. Это дикшу на уровне просто обряд. Ведват рудхи дикшу – это истинная дикшу. Ведват рудхи дикшу – это когда, то есть, преданный получает Дивьягян, реализацию трансцендентной формы иштадеваты, и его сам бадхи с ним, это ведват рудхи дикшу. И когда его склонность совершать греховную деятельность, когда Решир разрушается, и Кшир тачит, и успокаивается его, очищается его от этих вот самскар. Вот это вот ведват рудхи дикшу. То есть, нужно понимать, для чего я это всё рассказываю, чтобы у нас было очень серьёзное отношение к этому, чтобы мы понимали, на какие шаги мы идём, что мы вообще получать должны. Чего мы должны ожидать от Духа получать. Чтобы была у нас какая-то более-менее ясность, а то мы идём на Яге, мы не знаем, кто это такой, и что нам от него надо вообще. Как, ну, есть такие, ну, там, Сила Праупада приводил пример, помню, этих, какие, трансцендентная медитация, Шичино, или как, кто-то, я не помню, кто там, что они там, говорил, там, за 30 долларов, говорит, я дам тебе мантру, и они там продавали эти мантры направо-налево, кому хочешь вообще, квалифицирование, ну, дай тебе мантру, и ты там станешь Богом, там, через год или через два, да, за 30 долларов всего Духа, всего на все. То есть, нужно, нужно вот это, нужно понимать, что истинно и дикше является. То есть, а затем, затем вот, мы начинаем служить духовному учителю, да, получаем хоринам, мы начинаем, он дает нам какие-то наставления начальния, мы начинаем воспевать хоринаму, у нас слажутся с ним отношения, да, то есть, мы начинаем ему служить и задавать ему вопросы какие-то, уже уместные, потому что, когда мы, наше учитание очислено, мы не готовы, мы можем задавать вопросы, но обычно эти, часто бывает, что вообще не можем задать вопросы, а если можем задать, то обычно не в тему, мимо все. короче, а вот когда вот уже, то есть, мы какое-то время общаемся с этой личностью, мы следуем каким-то его наставлениям, тогда да, то мы эту способность получаем, мы можем задавать его вопросы, но потом, то есть, ну вот этот процесс дикше начинается, то есть, это духовный учитель дает нам мантры, и в этих мантрах, то есть, заложено наше самбанхо, за что делается, и форма этого, что делается. Вот. Говорит, конечно. Может еще кого-то какие-то вопросы? Да. Еще такой вопрос. Интересно. Шилопром, он же, когда получил идти в шилот, вот стандарт, стандарт, там, стандарт, часа четыре, правильно? Да. А Исквонь, когда он создал, там, не играл шестнадцать. Да? Да. Вот, когда он уже создал Исквонь, он сколько повторял? Шилопром, я не знаю, я, извините, но лично не общался с ним. Ну, поймите, не важно, то есть, сколько там, я не знаю, я никогда не задавался этим вопросом, и мне всегда казалось, что Шилоправпады он постоянно воспевает. Я, честно говоря, так не думал об этом никогда. Ну, я понимаю, что, ну, для нас, в нашем состоянии, то есть шестнадцать, это вообще, это самый-самый минимум, который просто позволяет нам, ну, как позволяет нам более-менее держаться на плаву, и совсем не погружаться в мае, только чуть-чуть погружаться в мае. Ну, нужно хотя бы в два раза больше, чтобы был прогресс какой-то. Ну, это не сразу, это нужно делать постепенно. Но к этому нужно прийти. Если, то есть, вот, в этом отношении нету прогресса даже такого видимого в количестве хотя бы, там, за двадцать лет, за пятнадцать лет, за десять лет даже. Ну, это значит, что практика наша хромает, это значит, что, вот, мы там, допустим, десять лет пропрактиковали, а, по сути дела, результата никакого нету, нету вкуса к святому. И надо что-то с этим делать. То есть, ну, все делать. Нужно общаться с теми преданными, у которых этот вкус есть. Слушать от них о славе святого имени, о том, что такое аппарат ховичар, что такое оскорбление святого имени. Слушать о других таттвах, слушать, вот, как я здесь говорил, вот, гуру, он рассказывает это. Он рассказывает, что такое святое имя. Он рассказывает о том, кто такой Кришна, о том, какие его качества, какие его шахты окружают, какие его спутники окружают, в конце концов, как они служат ему. И гуру это, он говорит не просто из ума своего, поймите, это не просто вот это читаврити, не просто вот это вот проявление раджагуны. То есть вот это все наше воображение, это просто проявление страсти в нашем тонком теле. А гуру, когда он это говорит, это не проявление раджагуны, не проявление страсти, это не его воображение, это его реализация. Это то, что он видит, он это говорит. И если ученик квалифицированный, он тоже это видит, потому что гуру это видит. Так передается шахта, трансцендентная звуковая вибрация. Это единственный метод обретения трансцендентного знания. Амная парамах. Ни там из книжки, ни по интернету. Важно личное общение. Мы можем видеть, что наша традиция, она называется Бхагават Шикша Парампара. Бхагавата, он передавался от учителя к ученику. То есть только так вот передавался. Ясадевшика Деви Гослава. И даже между некоторыми нашими духовными учителями, в нашей цепи ученической приемственности нет дикшей связи. Может быть между многими это дикша связь. Но и шикша связь. Традиция слушания. Это авторитет. Личного слушания. Когда Господь Кришна говорит арджунни вампара парапрапраптам имама раджашу юудыкса каланахамата. То есть когда это знание передается по цепи ученической приемственности. Когда цепь прерывается, Кришна сам лично приходит, чтобы ее восстановить. Если есть книжки, зачем Кришне приходить? Книжки же есть. Но Кришна сам приходит, чтобы восстановить эту цепь. Потому что знание, оно так не передается. Оно передается через эту традицию слушать. Это из авторитета. От авторитетной личности. От Адену Наталин. Да, да. Спасибо. Я еще не спросила по какому цели, как говорили, чтобы поклоняться, кематраки или неонешу. А что на меня… Смотрите, то есть все вопросы по поклонению божествам должны быть согласованы с вашим духовным учителем-поэтом, потому что любой наш вот этот процесс арчины, то есть это тоже закладывает нас определенные самскары. Если мы серьезны в нашей духовной жизни, то есть на определенном уровне поклонение другим каким-то формам в Айшу-Варь и Абгаве, оно неблагоприятное для нашего служения, которое может быть там в Сакире-Расе или в Маду-Ре-Расе. То есть это все должно быть под четким рукой, это серьезные вещи, это же просто так не проходит. И нужно понимать тоже, когда мы поклоняемся божествам, что это не просто там, ну как бы, как можно сказать, коллекция какая-то разных там форм Господа, да, там пускай даже форм Господа, но коллекция. И я там и так поклоняюсь, и там и так поклоняюсь, и там и так поклоняюсь. Мы должны поклоняться то, как нам дал этот духовный учитель. Мы должны поклоняться своему Уштадеву в этих формах, в том настроении, которое дает нам Духовный Учитель, а не как-нибудь. То есть это, ну, я просто знаю, я сам эти этапы проходил, особенно в начале предного служения есть много энтузиазма, хочется поклоняться Божествам, хочется и тем Божествам, и тем поклоняться, и те формы красивые, и те формы. Ну, поймите, что это все, это наши четаврите, здесь ничего духовного в этом нету, это наше колебание беспокойного ума. Чтобы успокоить эти колебания, нужно следовать наставлениям Духовного Учителя, то есть прежде чем начать поклоняться какой-то форме, нужно спросить об этом Духовного Учителя и получить на этом у него благословение. Это будет правильно. Это будет правильно для вас, и это будет благо для вас. А если мы оно как бы самостоятельно это делаем, мы следуем своей Манудгарме, это религия ума, и это ни к чему хорошему не приводит просто. Ну, как бы, да, вроде бы преданный, вроде бы, но прогресса не будет. Завтра продолжим в то же время. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, сегодня мы говорили о том, что такое Дикша Гуру и Шикша Гуру. Это две функции одной Таттвы, Гуру Таттвы. Нельзя считать их просто как личностями, нельзя превращаться в культ личности. Дикша Гуру открывает нам образ Господа, его трансцендентный образ и наши вечные отношения с Ним. А Шикша Гуру уже вводит нас в сферу служения трансцендентному образу. Дикша Гуру – это давать что-то и забирать что-то. Дается нам Дивья Гьян, как раз трансцендентное знание об образе этого Господа и наших отношений с Ним, Санбанха. И забирается Викши Та Чита, то есть беспокойный ум, и когда решил склонность совершать грехи. То есть разрушаются в процессе Дикши, в процессе Дикши разрушаются у нас вот эти вот сэмскары, которые заставляют нас, то есть не чувствовать сладость святого имени. Харибу. Чтобы хотя бы что-то в голове оставалось, нужно повторять. Да, завтра мы более, я немножко примеров из Упанишад, приведу историю различных о том, кто такие истинные ученики, кто такие истинные горы, какое знание там передается, какие там виды этого знания передаются. То есть такие вещи мы еще обсудим с вами на двух последующих занятиях. На последнем занятии я объясню подробно, в чем заключается процесс Дикши и квалификации ученика. Харибу. Приходите. Харибу. Слава всем, собрался, приеду, мы Шилагурудэвки и Джави. Все, что я знаю, это по милости Шилагурудэв. Ну иначе так. Все, что я знаю, это по милости Шилагурудэвки.